добрый день раз расскажите кто вы откуда а живете где петропавловск казахстан понял понял так и что у вас ну что у меня но я вас вчера буквально увидел вас первый раз встретил ну просто вот как сказать ну все по порядку объяснять долго но не знаю время будет у вас или не будет все не надо коротко коротко нужно в нескольких словах ну пришел к прозрению пришел я господин честно скажу прямо вообще вытащил прямо во многих вот прям вообще как я прям вижу но я у меня не хватает силы понимаете вот с этим я вижу все это как бы знаете все как как есть вот тенец вылупляется да но он как бы я только как пробил вот знаете ну я не знаю я может там лишнее что-то говорю может что-то непонятно будет скажите там просто ну не так ну как бы знаете вот понимаю вот я перестал материться буквально за два дня за три дня я перестал материться я курить бросил меня пить не тянет ничего не вообще сразу же просто вообще вот полностью полностью мне пришло прямо и знаете как сказать я прям увидел вот глубину куда я должен встать понимаете прямо вот это вот покаяние и всего понимаете я прям увидел я просто как сказать я вас не во сне днем вот допустим это вижу да говорю да просто вот так вот соглашаюсь совсем ложусь спать ну не знаю я понимаете его душа то понимает что я не знаю, с чем соглашаюсь, куда я иду, я как бы знаю, что эта дорога и есть, понимаете, вот воспринимает душа, что это и есть путь, вот, я просто вот ночью встаю, я не помню, просто в просоне у меня прямо, знаете, в Новый Завет вот только начал читать, вот честное слово, только, прям дошел вот до Иоанна, я вообще не читал Библию никогда, и вот мне прямо идет, вот, не как идет, не идет, не знаю, как сказать правильно, прямо вот мысль у меня, встань, возьми Библию, я встал, Библию взял, открываю, мне просто там, человек говорит, просто говорит, на первое попавшееся, куда попало, читай, читаю, говорит, потом не говори, что я тебя не предупреждал, понимаете, там, я не помню, даже вот в просоне не запомнил, в каком это месте, ничего, просто я смысл говорю вам, передаю, я не знаю, у меня силы, хватит бороться вообще против вот этого мира, понимаете, я вот не знаю, мне надо, меня опрыскивали, там вот крестился, я в Грузии, и у меня отец грузин, мама русская, поляк, ну, неважно, я родился, вырос здесь, просто, как сказать, я не знаю, как вообще вылезти отсюда, вот такая вот история, сейчас вот поздно взял, не знаю, вот чай, просто вот пью чай и хлеб, вот пока, я вот последнюю неделю, вот сейчас вот прям пришлось, сижу, надо вот вообще, на последнюю неделю, голодом просидеть, вот мне постараться, достучаться, не слышу, вот не понимаю, что мне делать, понимаете, я вот хотел бы, почему я вам позвонил, мне бы вот к вам бы приехать, просто хотя бы, я вижу, что вы, вот реально, вот знаете, как, вижу, что вы человек, именно тот, что, с которым можно, вот, разговаривать, просто я не знаю, почему я так, ну, как бы, я в интернете сейчас много, вот сижу, но я на фейсбуке, как сижу, просто так, общаюсь тоже с крестьянами, вот если знаете, там тоже, вот честно сказать, через кого я пришел, вообще прозрел, можно сказать, это через Алексея, вот знай правду, может знаете такого, вот молодой парень, и вот Ян Бахпашов, вот просто, вот они никуда не призывают, они никакие не, не это, просто проповедуют слово Господа, все, понимаете, никуда, не могу ни с ними никак связаться, ничего не могу вообще, мне без, никого не надо, мне просто, вот знаете, вот как бы, кто-нибудь встал бы рядом, на первых шагах поддержали бы просто, хотя бы слово, что это да, да, вот просто, понимаете, вот Господь послал вас, чтобы я с вами связался, прям, спасибо большое, что, я прямо вам вчера набирал, когда писал, мне прямо вот тепло пошло, и как будто сказал, что сейчас ответит, вот честно, я аж дальше начал писать, вы ответите, сами видели, что написал, прям, не знаю, в сердце такое понимание, понимаете, что ответить, я не знаю, правда, вот, ну, вот такая вот у меня история, вам сколько лет? я вот только вчера на вас, вот буквально наткнулся, вообще случайно мне, вот просто там, вообще случайно, вчера вот первый раз, сколько лет? Мне 36. Вы женаты? Я в разводе. В разводе. Не был я женат официально, неофициально, не поэтому, жил сожительством, как сказать, погружением я не крестился, но это мне кажется, знаете, вон там сочетание, ну, я не знаю, это для меня вот просто, я еще даже не знаю, что Господь сочетает. В чем вам нужна помощь-то? Как я могу вам оказать помощь-то? Да я бы хотел вообще приехать, если у вас есть там гостиница какая-то. Это запрещено, тут делать нечего, это ничего не даст. Мы нам не принять негде ничего, мы не можем. У вас там церкви православные есть? Есть. У вас батюшка... У батюшки сходите к священнику. Не хочу я пойти. Вы наркотики употребляли? Да. Ну, вот видите, это у вас все сожженное внутри. И знали не одну женщину. Да. Ну вот, а это все проедает мозги, это смертный грех. Вы сами себя туда, говорится, загнали, а теперь помогите как? Вам нельзя помочь, если вы себе не поможете? А чем я могу себе? Как мне? Вы где работаете? Где? Я самозанятый. Сейчас вообще просто, честно сказать, ничем не занимаюсь. Ну вот, ответьте, одно на другое. Вы устроитесь на тяжелую физическую работу. Это первый вам совет. Ничего не делайте без молитвы. Вы записывайте, что я вам говорю. Устроиться на физическую и тяжелую работу. Иногда делают дороги, там, вот я сам строитель, всю жизнь на стройке провел. ничем не занятая душа, хорошая кузнеца сатаны. Вот, на работу. Второе, вот вы для себя так как запишите, это обязательно сразу же сходите в церковь православную. И батюшки там, которые, расскажите это все священнику, православному. И священник поговорит с вами, он же рядом, он увидит вас, что вам необходимо. А где вы живете? У вас своя квартира или что? Что-то перекратилось, связь, наверное. Да. Да? Это замерло все. Вы не слышите? Ну, что сказать. Видишь, тут ей помощь никакой не может быть. Он должен пойти к священнику. Я что могу сказать? Работать, поститься, и немного свет начнет просиять. Хотя бы немного. Он ошел, видимо, думает зайти. Давыд, Давыд, Давыд Чеминадзе. Чеминадзе. Да, это грузинская фамилия. Так, вы, что-то там плохо сделалось с этим. Я вас понял. Я вас слышал, вы меня не слышали. Да. Сходите к священнику, поговорите. Сразу устроившись на работу, я спрашиваю, квартира, как вы живете, на какой квартире? Кто? Ну, сейчас снимаю, но купить хочу, вот буквально, вот-вот, скоро прям. У меня деньги есть, в принципе, я могу купить. Надо свою квартиру иметь, если возможность есть. Есть, есть. Надо молиться, посты соблюдать. Сейчас идет пост. Со старыми товарищами никогда не встречайтесь. С женщинами не разговаривайте, не звоните. Отрежьте все. Намертво все это уберите от себя, чтобы не было. К бороде больше не прикасайтесь никогда. Да еще вы там какая-то щетина. Вы мужчина? Я знаю грузина. И мы в Тбилиси вот сколько раз ездили. У меня крестник там есть. Священник. Мой крестник. У нас с грузинами очень тесное отношение. У них православная церковь такая же. Я там и крещеный. Ну как? Дальше будет разговор. Сейчас еще с вами говорить, когда вы на развалинах. Вы начните трудиться, и тогда будет видно, стоит ли вам помогать. Вот человек везет какую-то тележку, а на самом деле не везет, он стоит. Как вам помогать, когда он вам не везет-то? У вас все не так. Начните работать. Пройдет месяц. Вы каждое воскресенье ходите в храм Божий. Считайте священное писание. Никаких заварок, чаю, ни кофе, ни какао в рот не берите. Вот я сказал, вы это приняли. Забудете или будете помнить? Что именно? Чай. Что вообще? Чай, кофе, чай, заварку никогда не берите в рот даже. Это наркотики. А нельзя? Нельзя. Вы, если нужно, купите травы, шиповник, богородская травка. Ну, продаются эти такие настои. Да, да, да. Обыкновенный чай, там если уже никак. Пойди там сорви в поле, где какая трава хорошая. Мы сами берем. Нигде ни одной женщине не звоните. Остановитесь на этом. Хотя бы полгода это продержите. И вы увидите, как начнет маленько этот мрак от вас отходить. Вы же продырявили себя со всех сторон. Прожгли. И вам никто не поможет. Вы же видите, молодой человек в таком возрасте ну какое-то. Вас даже этот ИГИЛ к себе не возьмет. Там мужественные мусульмане, они террористы, они мужественные по-своему. А такого они даже к себе не возьмут. Мужчина, вы должны быть стойкие. А вы видите, как там делал, тут делал. А где ваша стойкость? Считай писание, работай, подавай милостыню, милостыню подавай, посты соблюдай. Вот у вас уже что-то в запасе будет. А сейчас ничего нету. Вы просто на ветрах стоите, брошены, валяетесь. Вам помочь никто не сможет. Такого человека нет на земле. Вы сами себе помогите, но делайте все с молитвой. Вам понятно, что я говорю? Ну, понятно. Вот смотрите, работа. Работать я должен, допустим, пойти просто на лопаты пойти или могу выбирать. Хорошо. Какая у вас специальность? Я по специальности дальнобой всю жизнь дальнобойщиком проработал вообще по грехе прожил. В таком состоянии вы не гоже за руль-то. Вы куда? Вы сразу аварию сделаете. Не надо. Пойдите с лопатой. Почему вы лопатой-то боитесь? Я все лето нынче. Я не боюсь. Не в том где. Да и боюсь, что вам говорить. Я с лопатой работаю. Вы посмотрите наши ролики-то. А мне 77-й год. А я лопату из рук не выпускаю, землю копаю. А я мог бы другую работу делать. Я прораб на стройке был. Надо учиться работать, потеть. В поте лица будешь есть хлеб свой. Это прямое указание от Господа Бога. Надо уметь работать. Пойти на стройку, пока подсобником, освоить хорошую специальность каменщика. Они везде нужны. В сельском хозяйстве. В сельском хозяйстве на первом месте. Если квартиры нет где-то в сельской местности будете, значит, надо где-то около фермера быть. Глядишь, коровенка будет, свое молоко. Вот с нуля... Не, да без проблем. Это я все могу сам купить, прямо завтра же пойти и купить. Но надо куда купить, куда привезти. Должен быть труд, у вас сарай, сено. Это не купить, это не дело. Как купил, так и потерял. Это серьезная работа в сельском хозяйстве. Земля обрабатывает. Вы все обдумайте, пойдите к священнику и посоветуйтесь. Вот мы строим деревню православную. У нас строго не пить, не курить, не материться, не воровать. И не лгать. Это мужественные люди, которые берутся сегодня, когда все везде задавило государство. Сельского труженика буквально в гроб вгоняют. А мы уже 25 лет живем. Видите как? Это все непросто. Это труд перед Богом. Мы молимся все время. Вы не против, что у нас все записывается в интернет выставляется? Без проблем. Нет. Потому что мы говорим о хорошем. Я общался с такими людьми, знаю, это развалины, пережженный, выброшенный труп на земле. Но вы еще живые, поэтому не сдавайтесь. Не сдавайтесь. С утра пораньше вставайте. Во сколько встаете? Ой, я ложусь, допустим, уже в седьмом часу. И вот сегодня, вот честно сказать, аж уже поздно встал. Наверное, в час, наверное. Ну вот. Вы измените. Ложитесь раньше, но вставайте всегда в 4.40. Вот как у нас правило. 4.40 утра, вы уже на ногах. Помолитесь, посчитайте, сделайте гимнастику, оботритесь холодной водой с полотенцем. Тело, чтобы взбодрилось. Тут одна проблема. Ладно, хорошо, я помолюсь, там вот это все, это само собой. Я здесь в квартире живу, я как бы... Ну, квартиры, это вы же сами определите себя с жильем. В таком возрасте пора иметь квартиру. Если бы вы работали, не пили, это проблем нет. Да, у вас бы было это все. Ну, сами себя просто укоряйте, никого не вините. А то бывает, то виноват тот. А ты скажи, виноват я. Начинаю с нуля. Со мной Господь. Я сильный, я сумею это сделать. Я немощный, но сила в Господе. Вот так скажи, правильный будет. Господь помощник. Он обещал, не покину и не оставлю. Воззовешь ко мне, я услышу тебя. Надо щетки держать распорядок. Я вот по тюрьмам прошел, за слово Божие. И там держал строго этот порядок. Солодянь молился. Они ничего не могли со мной сделать. Мы были в Турции, прошли все страны Европы с благовестием. Я книги дарил в каждую библиотеку. А иначе бы ничего не сделал. А как? Везде трудно. Трудно. Бывает, разбомбили, бывает, сгорел дом. И опять берет лопату, человек топорный с нуля начинает восстанавливать Варшаву свою. У вас вопросов больше никаких, нет? Да, ну так, знаете, как бы, я вот честно сказать, да, вот, хотел бы, вот, я не знаю, прям, может, посоветуйте, здесь никого вы не знаете, просто христианам. Нет, не знаю. Вы никого не ищите. Я вам сказал, куда. Не надо искать. Вы опять на кого-то сами себя повесите. Не надо это делать. Ты сегодня воскресенье, помолись и рано ложись спать. Так. Рано. Купите мед, у вас деньги есть. Мед можете купить? Да. Мед пчелиный. В теплой воде ложку меду перед сном. Ничем не занимаюсь. Нет, я вообще на хлебе и воде. Но на хлебе и воде это мед, мед. А что, его можно? А то успокаивает нервы. И ложитесь спать. Днем никогда не ложитесь. Никогда. Совершенно не ложитесь. Находи работу, считай. Кому-то помогать надо, устроиться на работу. Кому-то дрова напилить. Кому-то канаву выкопать. Работай. И ты увидишь, как у тебя начнет это сползать все. А вопрос такой вот, смотрите, я вот хотел, не знаю, ну просто, знаете, там тоже непростое дело, как бы, хотел сыром заняться, сыроварением. Это вообще достойно или нет? Это тяжелое дело. Достойное, хорошее дело. А из чего вы будете варить его? Из молока. А где оно молоко? Ну я вот хочу, вот из-за этого, вот вы меня вот просто вот сейчас вот разговаривали, как бы в планах было, да, вот так в деревню переехать, купить там домик и потихоньку начать вот сыроварение. Вообще деньги есть. Деньги есть. Вы молодой, вы свободно, пять коров можете завести. Пять. Пять коров, это вам уже хватит уже. Надо доить, вы будете заняты все время. А там, глядишь, как-то жизнь по-другому пойдет. Вот у нас есть, он приехал с института, у него ничего нету, но она тоже только что институт закончила. А сейчас уже дети закончили, двое университет у него. У него 180 гектар, пашни, 36 рогатого скота, овечек, он все время в работе. И от него везде, он десятину платит. Заработал 100 рублей, 10 рублей отнеси в церковь. Десятина Богу принадлежит. А так вы всю жизнь на себя тратите, вы называетесь перед Богом вором, вы обкрадываете Бога. Нет, подождите, десятина же, она отдается продуктами, там же не отдается она деньгами. Нет, если продукты, значит продукты, деньги, деньги. Что у вас есть в прибыток? Нет, подождите, это даже в Библии это описано, в Писании есть, что если в трудные годы ты можешь выкупить свою десятину за деньги, но ты десятину должен отдать продуктами. Нет, это не написано. Такого нет в Библии. В Библии нет, что надо выкупить. Вы должны написать со всех прибытков, с доходом. Я вам это покажу, я вам специально... Давайте десятину откроем, давайте. Если вы говорите, но один раз... Нет, я вам просто сейчас сразу не сориентирую, я вам буквально... Я буду говорить вам, Давыд, слушай внимательно. Я сейчас буду считать, а вы тогда смотрите. Вот записывайте себе о десятине в храме. Это из Ветхого Завета, да? Да, конечно. Ну да, 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 давай. Я несколько мест могу вам указать. Вот сейчас я заряжу ее. Десятина в храме. Так, минуточку. Сейчас я ее заведу. Нет, я с вами не спорю, что десятину можно, нужно платить там или можно платить там. Это для кого как. Это каждый... И вот немножко с вами не соглашусь, что это как бы, знаете, вот... Ну, может, вы для себя считаете, что вы правы. Да, я тоже считаю, что вы во многом правы. Ну, допустим, у меня как бы есть свое предпонимание, свое предстояние. Я не навязываю его вам, понимаете? И вот как бы... Как сказать? Вот у каждого... Каждому человеку Библию открывает Господь по-своему, правильно? Вот просто мне по одному открыл вот так, вот другому так открыл. Ну, просто я так понимаю, воспринимаю, понимаете? Для вас это истина, понимаете? Ну, она ваша истина. Вы поймите просто, вот как я воспринял. Я не знаю, я, конечно, кто я такой и кто вы такой. Рядом не стояли, там, вы спасен, я не спасен. Просто не загордитесь сейчас. Не хочу, чтобы вас гордостью там... У вас это самое. Вот. Просто вы немножко... Вот мы люди мирские, что вот честно сказать, извините, не хочу вас оскорбить, но что вы, что я, мы пока в миру живем. Нам свойственны вот эти вот ошибки вот эти, понимаете? Нет, вы сейчас, Давид, пока ошибки не выискиваете. Вы слушайте. Не выискивайте. Слушайте, Давид, Давид, первая глава, шестой стих, запишите. Давид? Давид, Това, Това, первого УКТ, Табара. А? Давид, Това, Това 1,6. Это полная Библия, православная Библия. Я же часто один ходил в Иерусалим на праздники, как предписано всему Израилю, установлением вечным, с начатками и десятинами произведений земли, и начатками шерсти овец, и отдавал это священникам, сынам Аароновым, для жертвенника. Десятину всех произведений давал сынам Левиинам, служащим в Иерусалиме. Другую десятину продавал и деньги брал, и каждый год ходил и сдерживал в Иерусалиме. А третью давал, кому следовало, как заповедовал мне Девора, мать отца моего, когда я после отца моего остался сиротою. Вот как. Три десятина, а не одна. Ну, я согласен, вы меня просто... Вторая Коринфянам 9,6, запишите. Вторая Коринфянам 9,6. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Вот как. Ну, как бы я, вот честно скажу, вот эту вот неделю вообще... Да, неделю. Ну, вот просто, знаете, говорить о своих благодетельствах я просто не хочу даже, и это не нужно никому. Это вот... Я знаю, Господь знает там это. Вот, честно сказать, ну, это мое дело личное, для меня. Как бы я от этого не... Сам это понимаю, что нужно добро говорить. Давайте, я буду говорить, вы успеваете записать. Первое Тимофею, 5,17. Первое Тимофею? Да, 5,17. В Библии, в Новом Завете. Достойно начальствующим пресетерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Дальше. Малахия, 3 глава, 8,10 стих. Малахия, 3 глава, 3,8-10. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка. Вот как. Я написал это, и мне мусульманка пишет, десятина, как и молитвенный обряд, обязательны. Это факт, очень важный закон Бога. Об этом есть и в Коране. На арабском там это слово звучит, как зякят. Но большинство мусульман дают не десятину, а всего только сороковую дохода, отпираясь на закон, изложенный в некоранических ложных хадисах. И от этого пострадал, конечно, мусульманский мир очень. У нас в Баку, среди церковных прихожан, тоже десятину многие не принимают. Считают это ветхозаветным законом. Хотя о том и в Евангелии есть. Матфея 23.23. Горе вам, книжники, парисеи, лицемеры, что даете десятину, смяты они, сайтмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать. Итого не оставлять. Не оставлять. Мира вам. Видите, как даже мусульмане это знают, а мы православные не знаем. Вот я стихотворение написал про десятину. Выслушайте. Да, да, да. Десятину Бог установил. Многим десятина неизвестна. Автор у нее Эммануил со священством повенчал невесту. Все, что удается нам добыть, с потом заработать, прикарманить. Верные, свободные рабы, обратите на нее внимание. Все обязаны святую десятину в церковь принести, отдать священству. А иначе Бог тебя покинет. Святотатцам нет пред Богом места. Иегова обещает много с неба изобилия послать. Десятину не кради у Бога. Милости получишь без числа. Так, одна десятая всего, то, с чего коснулись десять пальцев, что отмерил разумом и ногой, изначально к нашему прижалась. Эту красоту излишек счастья Саваоф на время нам вручил. Осветить твое десятой счастью, к милостыне с детства приучить. Не смотри, что в храме есть достаток, покорись смиренно перед словом, с неворованным и сон с устатку сладок. Послушание ляжет в изголовье. Десятина уберет торговлю, установит в храмах тишину. Приноси ее по доброй воле, приучи к тому детей, жену. Десятина – чудная картина, гармоничность, чинность, высота. Без нее мы все под карантином, у разрушенного жадностью моста. Это 26 июня 2003 года. Я вот и вопрос у меня. А эту десятину, вот смотрите, вы вот, допустим, эту церковь, вот этих церковников, которые есть, я очень много посмотрел, очень много, мне понятно, очень много там я с чем, как бы, не согласен, в других местах, как бы. Вы вот просто батюшек обличаете, вот всех обличаете. Ну, это дело там, как бы, я, в принципе, не надо. Вот, вот вы говорите, неси туда, если там креста нет, у кому неси-то? Батюшкам, вот эти вот, которые будут просто там непотребные вещи делать. Ну, вы-то там даже не были. Как вы можете говорить, непотребное, когда, вот вы, допустим, вы работаете, с вас занимается подоходный налог. А куда он идет? Вы даже не спрашиваете, его высчитывают и все. подоходный налог. Ну, инспекция с вас высчитает. А почему вы тут разбираетесь? Кому, кому? Вы туда пришли. Он заботится о нас. Он совершает богослужения, совершает таинства, он совершает крещение, отпевание. Ему жить надо, ему установлена десятина, принадлежит закон по закону. Вот так? А, так, в принципе, я вот, честно сказать, вы меня запутали сейчас. Ну, хорошо. Давайте расскажем. А если я ее раздам? Просто вот, допустим, я ее в милостыне. Вот не надо, я не десять, я большую часть отдам. Мне не надо, даже мне этого много будет. Я вот отдам, раздам. Это неоднозначно, что я в караффан принес? Он говорит, десятину я относил к священникам, вторую десятину на украшение храма и третью нищим, кому хотите. Вот про что вы говорите? Вы правильно говорите. Но эту третью вы можете сделать в десять раз больше. Но первая десятина принадлежит Богу, Богу. Бог говорит, меня вы обкрадывайте. Мы заработали 90 рублей, а Господь приложил десятку, чтобы мы ее вернули ему своей рукой. Научить нас быть милосердными. Она нам не принадлежит. Господь говорит, меня обкрадывайте десятиной и приношением. Вот в чем дело-то. Так, давайте сегодня расстаемся. И вы через полгода примерно подойдите, если вам будет нужна. Хорошо, ладно. Спасибо большое. Всего хорошего, с Богом. Встречайтесь. Понимаете. Вот такая, брат, история. Вот приходят люди какие. Видишь, уже священники не такие. Но я, видимо, видел там это. Надо быть на высоте. Ну, прости, Господи. Соблазны священники подают плохо это. Владимир Путин добавил комментарии мне. Смотри. Вот это да. Вот. Владимир Путин. Какой Владимир? Тот самый или нет? Что тут? Не Взоров, а святом Александре Невском. Видишь, какой? Это хулитель. Ну, ладно, заканчиваю пока. Какой-то хулитель зашел. Путин этого не скажет.